Ну что, народ, всем привет. Мы долетели визером, как ни странно. Опоздание всего там какой-то час. Очень повеселила какая-то женщина, которая всех в проходе расталкивала, выбегала с самолетом. У меня автобус, у меня автобус. Ты берешь визер и хочешь на автобус еще успеть? Вовремя в расписание. Блин, это смешно, народ. Смотрите, мы сейчас в Краковском аэропорту. И как же вот мы ждем багаж, да? Сейчас должен выезжать. Как же бестолково кто-то поставил стол. Наташа уже заметила. Игровой стол. Вообще не пройти, не проехать. Так что ждем наш багаж. Надеюсь, все долетит. Там уже где-то уже выкидывается багаж. Кто и не знает, посмотрите, как багаж классного летает. Я-то как-то в Турцию, в Стамбуле вылетел и перелетел через это. Да, в Турции, в Стамбуле, помнишь, мы не могли сумку найти. А потом нашли мою сумку, да. У меня после Индии. Ну, в Митике не помнишь. Я помню, что был мой багаж. Потому что мы тут пешком. Мы сейчас вышли из самолета и шли пешком. Так что для этого не встать, да. В первый раз мы шли пешком. Но я не снимала уже. Так что вот, друзья, вы с нами. Мы с вами. Начинаем новый день. И сейчас час ночи. Час ночи. Краков. Вот, не прошло минуты. Конвейер включился. Ждем чемоданчик. А мой почти сразу выехал. Мой чемоданчик, ура, уже есть. Сейчас ждем, ловим такая игра, подбежать, чемоданчик вытащить. Кто не успел, ждет следующий круг. Ну что, народ. Хотела бы, наверное, сказать, что мы вышли в теплое краковское лето, но нет. Погода прохладная, но нам этого хорошо. Ну, прекрасно. В пустыне мы нагрелись прилично. Так что смотрите. Вот мы, аэропорт. Сюда мы приезжали на автобусе много раз. И ждали здесь, когда были задержки. А мы сейчас направляемся в отель, который находится непосредственно в аэропорту. Хамптон-Бай-Хилтон. Ну, тут рядом отель. Он Хилтон-Гарден, но он дороже стоил. И мы решили ночь переночевать в отеле в аэропорту. А потом снова поехать на два дня в Матейко. Как вам такая идея посмотреть отель в аэропорту? Посмотреть там завтрак? Ну, надеюсь, нас там ждут. И мы едем вперед. То есть, мы посмотрели по гуглу, заворачиваем влево. И уже включимся, наверное, возле Хилтона. Идти минут 19. Вперед. Вот, смотрите, друзья мои. Сейчас приближу Наталку. Вот, наш отель где-то вот уже красным светится. Идем по такой дороге, вообще никого нет. Таксишки куда-то у нас останутся. Идем оттуда. То есть, аэропорт. Да, вообще, дорога не освещена. Честно, какой-то как проселочек какой-то. Все нормально. Ну да, то есть, сейчас вот дойдем туда. Тяжело еще. Чемоданы, смотрите, сколько. Вот, смотрите, какой у меня чемодан. Сейчас я включу, наверное. Вот, в этом чемодане ничего моего нету. В рюкзаке 5 трусов, 5 носков, 5 футболок. Здесь только все родным и близким. Ничего нету. 22,5 килограмма. У Наташи 26,2. Вот такое. Ну что, друзья наши. Вот он, Хэмптон by Хилтон. И пшеница. Красота. Немного машин. И мы уставшие уже, потому что чемоданы тяжелые капец. Вот, как-то так. Так, так что сейчас, кстати, просто вот сейчас мы не повернем вправо. Нужно обходить. Вот еще обойти его вот так вот кругом. И заходим уже с вами. Ну что, кстати, свернули мы сразу перед отелем. У тебя вспышечка, извини. Карта муга... Неправильно повела нас. Мы свернули сразу, уже дошли. Зарегистрировались. Вот такая уютная рецепция. Вот, кстати, там 10 украшений. Я сейчас покажу быстро украшения. Янтарь, 10% скидка для жителей отеля. Так что, нежели кому надо, не только с уконным рынком единым. И всякие есть. Бутербродики, шампанское. Наташа уже к Янтарю. Сейчас я вам покажу просто всю вот эту вот, ну, сказать вам... Ну, роскошь, не знаю, но прикольный, прикольный отель. Здесь, по-моему, будет завтрак, я так понимаю, наверное. Ну, знаете, такой отель возле аэропорта. Ну, люди говорят, что можно выйти, бутербродик съесть уже, когда уезжаешь, даже рано утром. Поэтому это радует. Ну, смотри, как прикольно вообще. Ну, никого нет. Два часа ночи, мы уже добрались, слава богу. Вообще, конечно, заезд с двух или с трех. Конечно, хотелось бы приехать раньше, но в два и в три мы еще были с вами в Абу-Даби. В чудесном большом аэропорту, в котором Наташа жалеет, что мы не приехали раньше. Ну, приехать-то раньше мы могли, но вдруг бы нас раньше не пустили. Нет, вот, наверное, завтрак все-таки. Короче, увидим все завтра. Сейчас пойдем посмотрим номер. Вот, честно, хотели в Матейко. В Матейко забронировали две ночи, потом решили, что Визер прилетает вовремя на третью ночь. Но там почему-то третья ночь уже, как добавочная, стоила почти 200 баксов. Ну что, офигели? Короче, вот. Ну что, пока впечатления интересные, да? Вообще такой, очень симпатичный. То есть тут есть два Хэмптона. Хэмптон-Байгарден, очень близко возле выхода с аэропорта, но он стоит дороже намного. Ну, долларов на 100, на 50 может, но я не знаю. Ну, мы тащились 10 минут где-то. Ой, я забыла время снять. Ну, 10 минут мы тащились, да. Вот, и, а этот стоит дешевле чуть-чуть. Где-то 100 баксов за ночь. Ну, так что, прикольно. Все, идемте в наш номер. Номер у нас 318. Так, друзья, вышли из лифта. Вот третий этаж. Сколько номеров здесь, сами посчитайте. Сколько? 38, наверное. Короче, неважно. Вот такой веселенький пол. Тихонечко говорю, потому что люди спят, наверное. Вот уже наш номер. Наташа, заезжай. Слушай, посмотри, как интересно. Высоко ручка. Нет, 318. У нас? Да. Наташ, немножко чуть не заехал, я за 16. Я думаю, что я туда поставлю. Ну да, так нормально. И главное, взошла. Так, куда тут вставлять карпицу? Ага, вот сюда, да? Так, сейчас вставим. Подожди. Так, я нифига не понимаю. Или это не сюда, или это просто замок. Помогите, что происходит? Ага, просто включить. Ничего вставлять не надо. Ааа, тут все полностью. Так, ага. Так, ага. Давайте, сейчас было прохладно. Сейчас будем выключать кондиционер. Искать, где выключать. Ага, вот он сразу. Давайте, Наташа, сразу выключи, пожалуйста. Сторонние запахи отсутствуют. Да, слушайте, вот такой вот маленький-маленький номер, уютненький, вот такой, скажем так, на аэропортовский. Огромнейший экран. Это просто, я не знаю. Тут самое большое в номере это экран. Так, одно сиденье. А, нет, два. Одно со спинкой, одно пуфик. Пуфик-туфик. Вот Наташа здесь. Вот такая тумбочка, какая-то непонятная. Вот кондиционер. Очень много фоток с Краковым. Наверное, номер вам немножко темноватый. Сейчас, ой, пропустите. Опа. Да, открывается сно. Чуть-чуть, там что-то видно, надеюсь. На паркинг. Да, на паркинг. Хорошо, когда свежий воздух. Даже не представляете, как мы надышались пустынкой. Так, вот у нас все, что есть. Кстати, воды нету, да? Не входит? Ну, не знаю. Я хотела бы попить. У нас, слава богу, есть вода. Опа, сейфка выезжает, прикольно. Что еще такие вот штучки? Эть, эть. Так, что здесь? Зато холодильник. А, нет, есть вода. Вынимай, вот она. А это включено? Думаю, что да. Как всегда, одна газовая, одна не газовая. Они нормальные вообще люди, нет? Утюг с какой-то штукой еще. Так, вот для чемоданов. О, вешалка. О, вешалка наливать. А, это водичка утюг наливать. Я думаю, какая-то штука типа... А вам же это холодильник, это сказано. Где? Ну вот. О, я не заметила. Вот, кстати, да. А вешалки снялась уже так вешалки? Вот еще вешалки, смотрите. И вот у нас уже красивый какой-то белый-белый унитаз. О, это серкало. Хейрдрайв. Ну, посмотри, Валера. Не похоже, ну. Так, привет. Это мы, ах, блестимся. О, какой зеркал. И очень белый. Тулет просто белющий. Слушай, ну. И вот такой вот у нас душит. Что-то очень за материал. Ну, понятно. Ну, что? Так, смотрим. Если фен Валера, все будет хорошо. Если не Валера тоже. Еще лучше. Помните, мы все время вести болезнь. Фен Валера, Валера, не Валера. Ну, в ноу-нейм. Ну, похож на Корби какой-то. Ну, ладно, не Валера. Это знаменитая. Знаменитая. Все, вот такой вот номер. В целом, небольшой, но классный. Довольные, что уже добрались. И что визер даже не подвел. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Завтра с нами на завтрак. Надеюсь, будет тоже интересно и вкусно. Какой же завтрак в аэропорту, отеля? Интересно. Друзья, всем привет. Доброе утро. Сильно не шуму. 7.30 утра. Мы идем на завтра. Вообще, завтра с 6 до 10. Но так как мы сегодня никуда не спешим, позволили себе поспать аж часов 5. Ну что, отель офигенно классный? Постель охранная, постель мягкая. Подушки классные, кстати. Вообще, высыпаемся. Ну да, поспали классно. Поживом вид из окна. Пшеница вообще, смотрите, шоколадно просто. Класс. Вот парковочка видно, откуда мы вчера шли. А вон же видно дорожку, смотрю. Да, и вот так вот мы зашли этой дорожкой. А в гугле указано было, что обходить надо. Даже если бы обходили, обходили бы еще в 19 минут. А так зашли за 10 минут. Красота. Все, поехали с вами завтрак. Готовьте вкусняшки. Мы не знаем, что это за завтрак может быть в аэропорту, отеля. Некоторые пишут шикарно, некоторые пишут только круассаны. Это с 6 утра и по круассанам. Ну, когда, в общем, ранний выход может круассанчик сесть. Так, поехали вперед, сами посмотрим, сами разберемся. Выходим на рецепцию. Таких дракончиков я видела вчера. Класс. 50 крон. Знаем, да? Вавельский дракон, символ Кракова. Вот это вот здесь есть. Чего, прикольно. А вот уже, кстати, и... Вот уже и... Хорошо. А? Не хочешь здесь большой, да? Ну, идем дальше, посмотрим. Ну, смотрите, вот тут вот такой, я так понимаю, очень слабенький стол. Но лучше, чем ничего. Все-таки мы с завтраком брали. О, да вообще здесь сядем? Ну, идем, надо что-то взять. Или идем на тот столик, а зайдем. Пошли, пошли. Давай, ты меня оставишь, пойдешь. Или я тебя оставлю, короче. Займем. А вы с вами. А вы куда сели? Мы же растерялись прям, куда хочешь. А вон там, если что-то есть, кофе. Господи. Кондеры есть, есть. Не любим кондеры. Здесь уютный столик, да? Давай здесь. О, смотри, куда-то можно спрятаться. Я сюда захожу. Оп, спряталась. Оп, не спряталась. За самой страной. Классно. Ну да, давайте. Прикольный столик, все. Так, картина. Короче, я кладу, вдвоем можем идти. Да? Да? Что, кто-то займет мое место? С моей сумочкой. Кстати, сумочка Абу-Даби, помните? Я не купила зеленую. Я купила вот такую за 59 дирхам. Получит цвет. Сейчас очень удобно, кстати. Ну что, идем посмотрим, что у нас есть. Ага, кофеек там. Так, что у нас вообще может быть здесь интересно? Ну, длинный сам рубеж сегодня. Ух ты. Ну, я бы с мальчиком попросила мне где-то сделать. Йогурт. Почему как-то я подсходно стала цены искать, почему йогурт? Я вспомнила, чтобы испарно. Песик, арбузик, салатики. Надо уже брать, потому что это сейчас так-то много. А вон что-то уже паштетика, что ли, остался один кусочек. И вот надо, кстати, его взять. Опа. Так будет неприятно. Что еще? Что бы мы с вами взяли? Вот, давайте подумаем. Хлебушек можно себе сделать вкусненько. Салатики, картофелька. Оу, а вот это оно. А вот это оно. Ничего себе. Хорошо? Спасибо. А в английском? А в английском? А в английском? Саша говорит, типа... Цена? А, цена? А, цена? А, цена. Закончилась яичница, через 5 минут принесу. Смотри, я кусочек паштета успела взять. Это что-то маленькое, маловато, но... А что делать, ребята? Приехал я в порту, яичнику принесу, да? Ну, ладно. Ну, честно, я приехала вот сюда, вот за вот этим. Это свинина, я надеюсь. Я очень надеюсь, что это свинина. Цена, цена. Да идите вы что. Смотрите, это не брать не буду, потому что может живут будет. За этим еще придут. Так, мне пока такое скромное. Я бы тут просто возьму, задать не буду. Короче, такой какой-то скромный у нас будет с вами. Очень скромный завтрак. Ну, смотрите, какой приятный. Это не матрика, и это не другие отели, которые были в Польше с вами. Сок есть апельсиновый и яблочный. Я тоже верну сейчас. Ага, давайте посмотрим, что еще есть здесь. Вот такие всякие вкусности. Ну, маловато, конечно. Здесь мед и всякие джемы. Угу. Булочки. Кулетчик, булочки и булочки. Ага. Мальчик все еще пытается блинчики приготовить. Ну, ладно, отнесу свой супер завтрак. И еще доберем чего-то. Так, ну что, пока впечатление завтраки. Скажем так, сразу сок ни о чем. Было написано апельсиновый 100%. Наташа говорит, юпи. Я попробовала тоже какая-то разведенная вода. С юпи почему она такая прямо? Ну что, вода есть. Красанчик взяла большие. Дальше вот такую подливочку и разные личинки. Колбаску. Яйцо почистили. Зачем это мне так и яйцо лучше почищу? Ну, оно холодное. Холодное, да, яйцо. Так, и тут у меня что? Хлебчик обычный. Не захотела почему-то я так. Руки не совсем чистые. Так, картошка, две колбаски и вот такой паштет. Наташа, возьми мне половину паштета. Пока не принесли. Попробуй, что за паштет такой. Так, накрываю сразу. Оп, в нычечку. А, прикольно. Хороший паштет, да? Они умеют все делать. Ну, как пока завтрак, конечно, самый слабый из того, что мы убыли. Ну, понимаем, что отель про аэропорту, но это Хамптон-Байхилтон. Извините, ребята. Ну да, секундочку. Как бы, ну... Это типа Хилтон. Это типа вы поели и уплыли в аэропорт, но на самом деле, как в портале были, да? Как были в Витштвоте, в Матейко. Там просто везде были шикарные просто. И нарезки, и... Не, ну, голодным не залишься, да? Ну, выбор, честно, очень-очень слабенький, что я вам могу сказать. Ну, так что, вот, есть сладости, есть йогурты еще. Ну, да, ты поешь, но такое. Вот, так что можете написать, как вам отели. Оставлю все отели польские в описании с завтраками. Как вам за этот завтрак? Ну, всем приятного. Спасибо. Для кожи.